Восемнадцать лет Борис Николаевич Никитский, узнав о начале войны, хотел добровольцам уйти на фронт. Но тогда юношу в армию не взяли, необходимо было ухаживать за болеющей матерью. Только первого октября его по повестке призвали в курсантский запасной полк во Владимире. Как все молодежь, рвались в бой. Мы тогда боялись, чтобы не успели повоевать. Спустя несколько дней после призыва юношу направили на Волховский фронт. Он участвовал в боевых действиях под Ленинградом. На войне Борис Николаевич был пехотинцем-снайпером, поскольку умел точно стрелять. Победа застала воина в Каспийском море, неподалеку от Азербайджана, на небольшом военном судне. Сидел, как раз дежурил в этот день по кораблю. Вот, вдруг он из рубки. И сидит Борис, Борис, война кончилась. С днем рождения и наступающим днем победы Бориса Николаевича поздравил глава Ленинского района Валерий Венцель. Примите самые искренние поздравления с днем победы. Подвиг, совершенный вами и вашими боевыми товарищами, всегда всем нашим народом никогда не утратит своего исторического значения. Дочь ветерана Вера Вашурина знает множество историй из военной жизни отца. Например, она вспомнила о похоронке, которую получила его мать в то время, когда Борис Николаевич находился в госпитале. Для Веры Борисовны он не только герой, но и отец, которым она гордится. Очень его люблю, ценю, уважаю. Безмирно ему за все благодарна. Судьба Бориса Николаевича Никитского – живой пример храбрости и доблести советского воина. Таких людей важно помнить, ведь благодаря их подвигу живы мы все. Арсений Рогозянский, Александр Логинов, Сергей Ларин, Видное ТВ.